Состояние человечества, которое надеется не на Бога, а которое надеется на что-то внешнее, понимаете, на сокровища, на деньги, на свои собственные силы, оно вот такое, что это люди бедные, это люди, которые бросаются в буре, которые безутешны. У них нет настоящего утешения, понимаете, у них нет основания. Потому что если они надеются на вещи приходящие, какие-то зыбкие, вот сегодня был алмаз, завтра его украли, и все, его нет. Или какой-то корабль затонул, все сокровища затонули тоже. Все это очень, наше здоровье, наша собственная крепость, все это очень приходящее. И получается, что под ногами у нас, знаете, как будто что-то зыбкое, как вода. Но Господь говорит, будет у вас крепкое основание, которое я положу на рубине, на алмазе, на топазе. То основание, которое уже ничто не поколеблет. Будет, придет спасение, придет утешение и безопасность. Вот это и твердое основание, которое и в этой жизни, и в будущем. И вот смотрите, это место, да, там, где Исаия пишет, что положу камни твои на рубине, да, вот эти все. Это пророческий мостик, куда? В Новый Завет. В Новом Завете прошли вот эти столетия, и Господь открыл часть, главную часть своего плана. Главную часть, которую он приберег как основной подарок людям. Вот вы помните эти легенды, да, старинные я говорила про волшебный камень? Что вот такой камень, который и прекраснее всего на свете, и чудеса творит, и даже внутренность людей меняет. И такой камень на самом деле есть. Это не сказка. Давайте посмотрим. Первая Петра, это уже мы перешли в Новый Завет. Первая Петра, вторая глава, с четвертого стиха. Я буду читать по современному переводу. «Приходите к нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в его глазах. И сами вы, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятную Богу». Потому что так говорится в Писании. «Вот, я кладу на Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет посрамлен. И так для вас, верящих, он великая ценность. А для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, он стал главой угла». Вот оно, это самое величайшее сокровище. Мы, по сути, должны быть счастливы, что мы, вот столько веков было чаяний у людей, но мы знаем, что это за сокровище. И, знаете, все вот эти, мы смотрели картинки, алмазы, рубины, все драгоценные камни, они сияют, когда на них направлен какой-то луч света. Они отражают это все в своих гранях, играют. А этому камню не нужен никакой внешний источник света. Этот великий камень, Иисус Христос, Иисус Христос, Он имеет свой собственный свет. Он сам свет, правда? И почему же не все видят сверкание этого чудного света? Почему люди продолжают цепляться за какие-то вот побрякушки этого мира, но не видят самое главное сокровище? А потому что пришел Он, мои дорогие, в той же самой глиняной оболочке обычного человеческого тела. И знаете, кто может увидеть вот этот свет, вот это сокровище? А может его увидеть тот, кому Бог озарил сердце, как написано во 2 Коринфянам 4 главе. Если Бог озаряет вот это сердце наше с вами, то мы видим и познаем Божью славу. И самое главное, что вот это самое великое сокровище, оно помещается внутри нас. И оно уже преобразует самую нашу сердцевину. Слава Богу! Вот если вы верите в это, скажите «Аминь». Да, слава Богу! И теперь у нас, как у верующих, появляется выбор, понимаете? Или мы продолжим дальше вот этот наш глиняный сосуд украшать, всяко расписывать, утыкивать его разными камушками красивыми. Или мы начнем делать стенки нашего сосуда, глиняные стенки, все тоньше и тоньше, чтобы вот то, что там внутри, чтобы вот этот свет, который издает вот эта чудесная Божья слава, пробивался этот свет наружу к людям.